Весеннее пополнение. В карантинном центре диких животных, что в деревне Раполова, появились новые постояльцы, а с ними и дополнительные расходы. В центре Велес очередной обед, но только для малышей. Их тут кормят каждые три часа. Это порция заменителя цельного молока для молекулы. Кабанчик поселился в Велесе в первых числах мая, после того, как едва не утонул в реке. Была ему всего неделя отруду. Соску сосать молекулы не умела, когда пила из маленькой миски захлебывалась. Выручил тазик. Молекула, ну потому что была настолько маленькая, решили, что вырастет будет молли. Молекула пришла к нам весом 1,2 кг. Очень маленькая, худенькая. Ну, последний раз вешали 2,7 кг. Я думаю, что сейчас уже 3-то есть килограмма, можно взвесить. Растет очень хорошо, с удовольствием кушает. Очень любит, когда и делают массажи. Кушает молекулы еще и овсяную кашу, а скоро начнет лакомиться тертыми овощами. Куда скуднее меню. Исключительно козье молоко у других новичков. Тоже с трагической судьбой. Их маму задрали собаки. Этим лосиком всего 2 недели, но они уже в сутки едят 3 литра молока. С каждым днем еды понадобится все больше. Сотрудники центра бросили в интернете очередной клич о помощи. Нужна малышам не только еда, но и тепло. В прямом смысле слова не хватает грелок. Сейчас их всего 3 и все заняты. Одна у кабанчика, остальные улесят. К слову, они здесь на особом режиме. Кроме того, что у них карантин еще пока жесткий. И к ним минимум контакта с людьми, потому что они должны оставаться дикими. В ближайшие буквально дни мы их поселим в комнату, в которую вообще никто не ходит. То есть только поставили миску с едой и водой, убрали там по минимуму. То есть у них будет возможность спрятаться. А потом они пойдут на выпуск. Новичок и этот пока безымянный олененок. Родилась девочка только вчера, пока кормит ее мама. Но малышка уже не прочь полакомиться ягелем. Он в центре тоже. Продукт дефицитный. К слову, скоро здесь появится еще один любитель лишайника. На сносях и вторая олениха. Эльмира Низамова, Константин Корниенков, Евгений Турченинов. Последнее известие. Севолжский район.